Свой престольный праздник отметил Собор Владимирской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Один из первых храмов, возвращенных в Церковь после десятилетия господства атеистической идеологии. На торжестве дружного прихода побывали наши петербургские корреспонденты. Слово Олегу Сиротину. Собор Владимирской иконы Божьей Матери принадлежит к архитектурным памятникам второй половины XVIII века. В этом году Собору исполнилось 245 лет. Владимирская икона Божьей Матери является заступницей земли русской. Собор за годы безбожия был обезображен до неузнаваемости. В 1950-е и 60-е годы тут находилась организация, производившая спортивную одежду. С середины 1995 года окружающую территорию стали приводить в порядок. Однажды ковшик скаватора вынул тяжелый предмет, похожий на камень. Земля от него легко отваливалась, и все увидели, что это часть колокола. Звонари потом определили, что это осколок главного колокола, который весил около 11 тонн. Теперь эта часть исторического колокола стала экспонатом импровизированного музея вещей. Вот эти 90-е годы, такие вообще, как мы выжили, не знаю, в те годы. Но, по крайней мере, поднимался храм, и наш первый настоятель-ключарь, отец Владимир Фоменко, положил очень много сил. И, конечно, большая заслуга Ивана Сергеевича Раевского, председателя Приходского совета, который практически из ничего подняли храм. За последние 24 года дважды появлялись благотворители, бравшиеся за воссоздание звонницы собора. На ней находился, конечно, не один 11-тонный колокол, был набор колоколов. Но когда люди узнавали, какие огромные ресурсы требуются на восстановление всей звонницы, оказывалось, что пока это никому не под силу. Владимир Демин является прихожанином собора недавно. Я выбрал этот собор, потому что он находится недалеко от моего дома. Мне очень нравится в нем атмосфера молитвенная, пение церковное очень на высоте. Я хотел бы в школу звонарей ее отдать. Ну и если там что-то еще будет, она еще маленькая. Ну и сам бы хотел туда тоже записаться, в школу звонарей. Я звонил, у меня есть опыт, поэтому хочу просто поддерживать дальше. Потом звонить, это благодать Божью. Это очень здорово. Если человек один раз позвонил, его уже потом не оторвать. Главный иконостас уникален тем, что это единственный иконостас Бартоломео Растрелли, сохранившийся на территории России. Продолжаются работы по восстановлению собора в его булой красоте и величии. Восстанавливают киоты икон верхнего храма в стиле барокко. Для иконы Божией Матери знамение, которая была преподнесена в дар патриархам Кириллом, также создается киот. В этот храм я хожу уже с середины 90-х годов. Почему я его выбрала, не знаю. Наверное, сердце, душа привела в этот храм, так и осталось. Очень семейная обстановка. Очень хорошие батюшки, внимательные. Всегда выслушивают, всегда помогут. Я сюда еще приходила, когда был отец Владимир, настоятель. Сейчас вот отец Георгий, и обстановка как-то не поменялась. Даже если я захожу в какие-то другие храмы, вот у меня около дома есть храм, все равно в этот храм возвращаюсь как к себе домой. Поэтому храм мне очень нравится. Последние пять, там, может быть, семь лет, вот я обратила внимание, что изменился хор, появились очень-очень такие поющие, и батюшки хорошие поют хорошо. Ну, просто сердце радуется, иногда даже замирает. Завершился праздник крестным ходом и акафистом Владимирской иконе Божьей Матери, в котором приняли участие жители окрестных улиц и проспектов. Исторический центр Петербурга неразрывно связан с Владимирским собором. Праздник! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова